призрак ужасный работяга пострадали люди от них буквально остались только каска и сапог спустя какое-то время после того случая машинисты ночных смен начали замечать странные фигуры похожие на человеческие на фоне яркого света от фонарей тогда была предпринята попытка обыска тоннелей но никого и ничего подозрительного не нашли ходили лишь слухи словно из тоннеля иногда слышен зловещий смех но это не самое страшное станции где произошло чп долгое время обладали сильной негативной энергетикой здесь чаще чем других местах происходили страшные вещи кто-то падал с платформы кто-то летел по эскалатору вниз те кому удалось выжить утверждали что их столкнула какая-то неведомая сила говорили также о том что в момент падения перед глазами несчастных появлялась фигура мужчины в окровавленной спецодежды которые прозвали ужасный работяга к счастью череда этих ужасных событий прекратилась в шестидесятых также внезапно как и началась станции призраки строить метро в петербурге задача не из легких болотистая местности и близость грунтовых вод иногда заставляет отсрочить проекты или и вовсе отказаться от них известно по крайней мере а пяти станциях проекты которых так и остались на бумаге сад 9 января должен был находиться между современными кировским заводом и инарской но поскольку тоннели в период войны затопило от идей отказались да и в целом район не считался перспективным так как в нем не было активного строительства жилых помещений площадь победы должны были открыть еще в 1969 году сразу после московской но не сделали этого в целях экономии расстояние от одной станции к другой позволяет пройтись и пешком университетская могла бы быть расположена у нынешнего с пбг у бывшего лгу во времена хрущева отказались по причине того что строительство станции глубиной более 60 метров обходится дороже временная станция дачная существовала с 1966 по 1977 год на красной линии в целях экономии средств была построена наземной а затем ее закрыли поскольку был открыт участок автово проспект ветеранов кстати дачная можно увидеть нескольких фильмах в которых станция успела засветиться его звали роберт происшествие которого никто не заметил шаг навстречу и цвет белого снега станция с рабочим названием щемиловка должна была расположиться на перекрестке улиц бабушкина и шелгунова ее начали строить но через какое-то время в момент строительства произошла утечка газа которая могла вызвать взрыв поэтому чтобы не рисковать строительство решили прекратить счастливый голубой вагон в двухтысячном 2006 годах в метро петербурга можно было увидеть вагон ярко голубого цвета так как он отличался от обычных вагонов окрашенных в зеленые и красные цвета и был достаточно редким пассажиры полюбили его больше остальных встретить такой вагон считалось большой удачей а потому местные жители даже наградили его волшебными свойствами и искренне верили что прокатившись на таком вагоне можно загадать желание она обязательно исполнится желающих исполнить свои мечты с помощью вагона голубого цвета стало так много что некоторые из них стали проводить по несколько часов в метро лишь бы застать счастливый вагон какой-то момент из-за придуманной истории вагон стало набиваться слишком много людей что было запрещено правилами безопасности а потому было решено перекрасить голубые вагоны в привычные цвета птица счастья и котики синица которую соорудили с помощью мозаики на фиолетовой станции метро называется купчинская птица счастья создатель птицы художник александр быстров когда он декорировал станцию он решил спрятать синицу а тот кто сумеет ее найти и разглядеть определенно будет счастлив так что приезжая на эту станцию бухарестская не торопитесь покидать вестибюль синица не единственное кто приносит счастье говорят что стать счастливыми помогают также и коты так например на станции метро волковская на стене можно обнаружить рыжего кота но и его надо поискать удачу он принесет если его погладить это не первый кот в питерской подземке первый появился в 2005 году на комендантском проспекте и создал его тот же александр быстров подаривший пассажиром синицу там изображена целая сцена медведь с балалайкой на воздушном шаре в компании других музыкантов и черный кот в корзинке по словам быстрого кот был изображен черным чтобы опровергнуть фразу из песни только черному коту и не везет замурованный сталин известная на сегодня станция нарвская в проекте была известна как сталинская поэтому и оформление станции было соответствующим названию здесь было большое количество мозаичных панно с изображением иосифа виссарионовича но в 1961 году панно замуровали так как культ личности сталина был развенчан также на станции автово в вестибюле вместо надписи вечная слава защитником ленинграда должна была быть фраза великому сталину слова на станции кировский завод вместо скульптуры ленина в проекте также была скульптура сталина задумана она была как восхваление вождя колонны должны были быть украшены отрывками писем рабочих сталину на балтийской товарищ сталин должен был быть изображен на панно вместе с моряками-балтийцами но в итоге остались только моряки без иосифа виссарионовича хотя на площади перед павильоном и вокзалом была расположена его статуя какое-то время на станции технологический институт была изображена тема сталин и наука в одном ряду с большими портретами советских ученых были установлены изображения ленина и сталина а также маркса и энгельса когда переход обустраивали сталина и энгельса демонтировали сохранившиеся же изображение товарища сталина можно обнаружить на станции площадь восстания на одном из барельефов станции изображен ленин который выступает перед рабочими в смольном а сталин стоит прямо за ним хотя кто-то утверждает что это вовсе не сталин а свердлов революционер большевик а а Продолжение следует...